Всем огромный привет! Сегодняшнее видео будет о моих реальных самых настоящих покупках ухода, косметики и не только. Дело в том, что очень многие жалуются на то, что в покупках блогеры очень часто показывают что-то, что им присылают, и зрителям, многим зрителям это не нравится. Поэтому я решила сделать сегодня такое видео, в котором покажу именно мои покупки, то есть только мои покупки без обзоров и без реклам. И если там будет плюша периодически показываться, то не обращайте внимания, ну или наоборот, смотрите на нее, но только не забывайте меня слушать, потому что я знаю, что коты отвлекают всегда внимание. Моя первая и единственная покупка с Алиэкспресс в этом видео, это был вот такой вот ободок, резинка на голову, на волосы. Мне очень давно хотелось что-то такое для того, чтобы делать маски. Это подделка под Etude House, но она стоила буквально копейки. Просто милейшая штука с такими ушками, в общем, мне кажется, это очень круто. И да, если вы хотели посмотреть видео о покупках от Алиэкспресс, то это единственная покупка с Алиэкспресс, следующие покупки будут с iHerb и с других сайтов. Так что, да, на этом все. Давайте начнем с ухода. За последние два месяца я решила закупиться корейским уходом, я перешла практически полностью на корейский уход. Почему? Потому что мне стала интересна вот эта вот концепция корейского ухода, и мне нравится то, что они стараются бороться с недостатками, с проблемами кожи и не маскировать их. То есть мне очень близок этот подход. Я вообще очень люблю больше именно уходовую косметику, чем декоративную, потому что я люблю заниматься именно своей кожей. То есть не замазывать уже недостатки, а бороться с ними, скажем так, и предотвращать, конечно же. Знакомство с корейским уходом я решила начать с фирмы Cosarex. Это корейский бренд, который в принципе особо не парится по поводу упаковок, он не парится по поводу каких-то, знаете, люксовых коробочек и баночек. Они парятся только по поводу активных ингредиентов. То есть их косметика содержит определенный активный ингредиент, направленный на борьбу с определенной проблемой. Так как у меня кожа комбинированная, склонная к жирности, к высыпаниям, то я решила попробовать их, скажем так, линейку, которая именно идет от прыщей. Вообще я хочу обратить внимание девчонок, которые страдают прыщами, даже взрослыми, скажем так, прыщами, гормональными прыщами, потому что мне их продукты очень понравились. Кстати, эту продукцию можно приобрести на iHerb. Я вам оставлю ссылочки под видео, загляните, посмотрите. Их косметиков в принципе, можно сказать, довольно бюджетно, то есть 10-20 долларов максимум. На iHerb, кстати говоря, действует сейчас скидка 15% по-моему на корейскую косметику. И у меня есть еще код, который дает 5% скидку. В общем, загляните, если вам интересно. Первое, что я приобрела, это была вот такая вот умывалка с low pH, то есть с низким pH. Хочу обратить ваше внимание насчет pH, потому что у нашей кожи pH 5,5. И все умывалки, которые продаются вот у нас в магазине масс-маркет, они все имеют pH выше нейтрального, то есть они все щелочные. Если вы когда-либо ощущали сухость кожи после умывания, то скорее всего это из-за того, что умывалка именно щелочная. Плюс щелочная среда это идеальное место для размножения бактерий, тех самых бактерий, из-за которых у нас образовываются прыщи. Поэтому если у вас кожа с прыщами или склонна к высыпаниям, я вам советую обратить внимание на те умывалки, которые содержат pH около 5 и ниже. Потому что умываясь именно такой умывалкой с приближенным pH, как у нашей кожи, вы не повредите баланс кожи, не повредите барьер. И в кислой среде, кстати говоря, развиваются хорошие бактерии, которые не дают развиваться плохим. Понимаете меня? Все очень сложно. Еще в этой умывалке есть чайное дерево, что тоже прекрасно для высыпаний, точнее от высыпаний. И, кстати говоря, в ней не содержится СЛС, если для вас это очень важно. Также здесь есть более мягкая форма салициловой кислоты. Она называется бетаин салицилат. То есть, в принципе, действие похоже, но только более мягкое. То есть, очищение идет еще пор изнутри. В общем, эта умывалка реально очень крутая. И после нее никогда моя кожа не чувствует себя стянутой. То есть, вот вообще никогда. В общем, ее я вам сразу советую. Конечно, после умывалки важно использовать еще и тоник. Но к тонику мы перейдем чуть позже. Давайте я сейчас вам все-таки дорассказываю о той продукции от Косарекс, которую я купила. Я еще приобрела у них увлажняющий лосьон и маску. Вот так выглядит коробочка из-под этого лосьона. Вот так выглядит сам этот лосьон. То есть, это лосьон именно для комбинированной кожи. Он заменяет увлажняющий крем. То есть, эта штука именно увлажняет. Чем она меня заинтересовала? Во-первых, вместо воды здесь используется березовый сок. А березовый сок притягивает и удерживает воду. То есть, он по сути работает как гиалуроновая кислота. Это лосьон именно направленный на увлажнение. Также здесь в составе есть аминокислоты, витамины, различные ферменты. И он совершенно не жирный. Он очень-очень легкий. Мне он этим нравится. То есть, он легкий, но он дает увлажнение. Это самое главное. Кстати, у них еще есть очень интересный тоник с АХ и БХ и кислотами. Если вам интересно, им нужно просто протирать лицо. Он очень нежный, очень легкий. Тоже могу его посоветовать. И ссылку оставлю на него в описании. Последний продукт от этой фирмы это маска, которую вы наносите на ночь. То есть, вы наносите и не смываете. Я люблю использовать эту штуку просто вот как крем. То есть, после лосьона увлажняющего наношу ее. Здесь в составе 65% экстракта риса. Это безумно крутая штука для того, чтобы осветлить кожу. Также здесь есть в составе витамин В3, ниацинамид. Тоже очень крутая штука против пигментации. В общем, эта маска очень крутая. Вы сразу чувствуете от нее увлажнение. И на утро ваша кожа действительно вот сияет. Следующая корейская марка продукта, которую я приобрела, это была фирма под названием Вамиса. Это такая органическая, скажем так, линейка корейская. И меня прежде всего заинтересовал в ней ее тоник. Можно сказать, что этот тоник довольно-таки знаменит. Вообще, в корейском уходе тоники чаще всего наносятся не на ватный диск. Они не просто протирают ими лицо. Тоник как бы выливается в ладошку. И затем такими вдавливающими движениями наносится на все лицо. Тоник на корейском языке, по-моему, означает кожа. То есть для них это то, что помогает восстановить баланс и защитный барьер кожи после умывания. То есть тоник для них безумно важен в их уходе. И я решила попробовать знаменитый тоник от Вамиса. Вот так вот выглядит коробка. Здесь все на корейском написано. И вот так вот выглядит сама бутылочка. Она стеклянная, из такого как от песочного стекла. Чем меня заинтересовал этот тоник? Это тем, что они здесь используют ферментированный компонент. То есть все растения, все экстракты, которые здесь находятся, они были предварительно ферментированы. Вообще ферментация это очень крутая вещь, которая сейчас набирает обороты. Во время ферментации более крупные молекулы можно разбить на более мелкие. Соответственно они будут лучше впитываться в кожу. Плюс, что очень здорово, все экстракты, которые ферментированы, они обладают кислым PH. А мы уже с вами знаем, что наша кожа имеет именно кислый PH 5,5. И хоть этот продукт называется тоник, но я бы сказала, что это больше сыворотка. Потому что состав, который здесь, он больше тянет все-таки на сыворотку. Кстати говоря, еще одна важная вещь. Корейские тоники в своем большинстве не содержат спирта, в отличие от наших тоников, скажем так, западных тоников. У нас это считается нормально, наоборот, подсушивать кожу. Они же ее стараются, наоборот, увлажнять. И мне это очень близко, потому что я вспоминаю свой подростковый период, когда я протирала спиртом кожу свою прыщавую, а в итоге становилось только хуже. И теперь я понимаю, что я делала все неправильно, потому что нужно было не подсушивать ее, а наоборот увлажнять. Следующее, что я приобрела от этой же фирмы Vomisa, это их органическая маска, органические цветы и алоэ вера. Это тоже ферментированная маска, это гидрогелевая маска. То есть она в виде геля из двух частей. Одна часть наносится на нижнюю часть, и вторая часть наносится на верхнюю часть. Таким образом, с помощью такого разделения маски вы можете покрыть полностью все свое лицо, вне зависимости, насколько оно у вас длинное, широкое. То есть это очень удобно. Эта гелевая маска, она залита сывороткой, которой здесь очень-очень много. То есть сначала вы вымакиваете маску в этой сыворотке, остальную сыворотку можно нанести просто на лицо, и сверху уже нанести маску, потому что здесь очень много, можно и на руки, я думаю, нанести. И здесь опять-таки ферментированы экстракты, и здесь экстракты еще есть зеленого чая. Вообще эта маска подтягивает, осветляет, увлажняет. У нее безумно крутые компоненты. Я уверена, что это не последняя моя маска, и я думаю, что я буду пробовать еще их маски. И я хочу отметить еще один важный момент. Корейские маски вот такого типа, они не смываются, и они наносятся на этапе сыворотки. То есть вы сначала умываете лицо, потом наносите тоник. И вот после тоника можно вместо сыворотки нанести эту маску, потому что в ней как раз-таки и есть сыворотка. Так что да, не вздумайте это смывать, потому что это просто кладезь полезных компонентов для вашей кожи. Кстати, я сейчас смотрю на экран, и на мне сегодня реально нетипичная весенняя или летняя помада, но всему виной это вот эти вот пионы. Вы посмотрите, какого они потрясающего оттенка. Они бордово-малиновые, и чем больше они стоят, тем больше они раскрываются и меняют немножко цвет. То есть они были прям вообще очень темные. И мне кажется, что вот эта помада, она такого же оттенка, как эти пионы. Кстати, кому интересно, это помада MAC DIVA. Она потрясающая. Если вы ищете бордовую такую темную помаду, она просто идеальная. Давайте теперь продолжим с покупками. Следующие покупки. Очень много покупок от фирмы The Ordinary. Я вам уже показывала во влоге, который был перед этим видео. Я наслышана очень много про этот бренд. И, конечно же, я тоже хотела попробовать, потому что он очень бюджетный. Я не хочу на нем в этом видео долго останавливаться, иначе видео будет на полчаса. Я обязательно про эту косметику сделаю отдельное видео, потому что она достойна отдельного видео. Она очень бюджетная. Конечно, понятие бюджета довольно относительное, но если сравнивать то, как она работает и ее цену, то да, она действительно очень бюджетная и доступная. Некоторые продукты я заказывала с сайта Victoria Health, но потом я поняла, что доставка у них слишком-слишком долгая. Поэтому я заказывала уже на Asos, и у Asos доставка просто прекрасная. Так что вы тоже можете заказать, если хотите. Там, по-моему, доставка от 2000 рублей бесплатно или от 20 фунтов. Так что вперед! Я сначала заказала несколько продуктов, потом я с Asos дозаказывала еще, потому что мне безумно понравились эти продукты. Как я уже говорила, долго останавливаться не буду. Более подробно про активные ингредиенты и механизм их действия я вам расскажу в отдельном видео про The Ordinary. Так что ждите. Я думаю, оно будет, наверное, следующим. Если вы не подписаны, подписывайтесь, чтобы не пропустить его. Первое, что я приобрела, это, конечно, гиалуронку. У них идет гиалуроновая кислота с витамином В5, то есть это пантенол. Цена в фунтах 5,90. Это в 2, если не в 3 раза дешевле, чем любая хорошего качества гиалуронка у нас здесь в Англии. То есть эта косметика для Англии действительно очень-очень бюджетная. И она качественная. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на упаковку. Как я вам уже говорила, я фанат химических вот этих вот пробирок лабораторных. И я обожаю эти баночки с пипетками. Для меня это просто любовь. Я вспоминаю свою работу в лаборатории. Все мы знаем, для чего нужна гиалуроновая кислота. Гиалуроновая кислота удерживает воду на поверхности нашей кожи. Очень важно поверх гиалуроновой кислоты наносить увлажняющий крем. Потому что гиалуроновой кислоте все равно, какую воду она будет удерживать. Она будет ее извне брать, или же она будет изнутри из вас вытягивать воду и держать ее на поверхности. Поэтому я очень часто слышала о девчонок, которые использовали средства с гиалуроновой кислотой, что оно им подсушило кожу. Потому что средства с гиалуроновой кислотой нужно чем-то сверху закреплять. Потому что, как я вам сказала, гиалуроновой кислоте совершенно все равно, какую воду удерживать. В общем, этому продукту я ставлю твердую пятерку. Он действительно классный. Он стоит своих денег. Очень бюджетный. Советую попробовать. Дальше, конечно же, я не смогла пройти мимо их масло-шиповника. Оно стоит в два раза дешевле, чем знаменитое масло-шиповника от Trilogy. Я покупала его раньше, но сейчас я просто не вижу смысла. Потому что это точно такое же по качеству. Абсолютно одинаковое. То есть, 100% органическое масло-шиповника холодного джима. Что еще мне нужно? Больше ничего. Как видите, баночка здесь коричневая. Потому что масло-шиповника нужно защищать от действия ультрафиолета. В общем, масло потрясающее. Потрясающее. Как я вам уже говорю, оно совершенно не отличается от масла, которое в два раза стоит дороже. Так что я вам советую попробовать. Кому нужно это масло? Вообще масло необходимо как сухой коже, так и жирной коже. Благодаря этому маслу контролируется вот этот вот баланс выработки себума. И благодаря этому маслу, которое содержит натуральный витамин А, вы можете предотвратить морщины, преждевременное старение. То есть это масло подходит в принципе любому типу кожи. Комбинированный, нормальный, сухой, стареющий. Или если вы хотите предотвратить старение, я вам его советую. Очень-очень крутое. Подробнее в отдельном видео. Если у вас возникают какие-то вопросы по поводу косметики The Ordinary, оставьте, пожалуйста, свои вопросы под видео. Что вы хотите узнать? Что вы хотите, чтобы я вам рассказала? Потому что рассказать мне есть что, поверьте. Следующий продукт это сыворотка с матриксилом. Это пептиды. Их действие просто потрясающее на нашу кожу. Возможно, вы слышали про них, возможно, нет. Я приобрела его для мамы. Я хочу, чтобы она его попробовала. Потому что когда матриксил проникает внутрь кожи, он стимулирует выработку эластина. Он стимулирует выработку коллагена. Таким образом, ваши морщины словно выталкиваются изнутри. Кстати, по поводу морщин. Вы знаете, что каждая морщина образовывается примерно около 6 лет. То есть, если вы сейчас не видите на себе ни одной морщины, это не значит, что завтра вы не проснетесь и не увидите ее. Потому что 6 лет она, зараза такая, формируется. Так что бороться с ними надо заранее. Кстати, матриксил этот идет еще и с гиалуроновой кислотой. Так что эта штука еще и поможет увлажнить кожу. У них еще есть классная штука, которую я, наверное, куплю себе. Называется она Буфет. Там тоже смесь различных пептидов. Мне кажется, она даже еще круче, чем просто матриксил. Ну, посмотрим. Пока что у меня слишком много всего. Я просто не успею всем пользоваться, потому что лицо-то у меня одно. Следующее, что я у них заказала, это была их сыворотка с неоцинамидом. 10% здесь неоцинамида. Неоцинамид это витамин В3, если что. И цинк 1%. Неоцинамид помогает не только при пигментации. То есть, он не только осветляет кожу. Он даже немного стягивает поры, да, визуально. И также он помогает клеткам кожи быстрее обновляться. То есть, наша кожа быстрее обновляется под воздействием витамина В3. Ну и плюс здесь есть цинк. А цинк для нашей кожи полезен, особенно если она у вас проблемная. Эта штука очень прикольная. Я ее пробую буквально неделю. Именно поэтому я хочу сделать видео отдельное про лады ordinary чуть-чуть попозже. Когда я, ну хотя бы 28 дней, да, попользуюсь. То есть, чтобы у меня был целый месяц, чтобы я увидела эффект от всех продуктов. И тогда вам уже точно рассказала. Но эта штука пока мне очень нравится. Самый неоднозначный продукт. Это такой, что ли, крем с азолаиновой кислотой. Здесь у нас 10%. Вообще, я знаю, что ее выписывают в концентрации 15% врачи, если у вас проблемы с кожей. И она довольно-таки мягкая. Насколько я понимаю, она даже мягче, чем молочная кислота и миндалевая кислота. Так что да, мне очень интересно попробовать этот продукт. Но именно потому, что она мягкая, мне кажется, что я не сразу вижу эффект. Посмотрим, как пойдет. Здесь очень интересная консистенция. По-моему, здесь азолаиновая кислота в силиконах. То есть, такая силиконистая, как праймер. Это очень интересная консистенция. Но на ней ничего не скатывается. Кстати говоря, по поводу всех этих продуктов, мне писали несколько человек, которые спрашивали меня, Ярслава, как ты используешь The Ordinary? У тебя не скатывается косметика поверх этой уходовой косметики? У меня реально ничего не скатывается. Я знаю, что кто-то мне писал, что посмотрел видео какого-то еще блогера, который про уход рассказывает. Я, к сожалению, не помню имя. И что этот блогер говорила, что на всех-всех продуктах не держится косметика. То есть, что нужно наносить их только на ночь. Но я использую уже несколько недель все эти продукты, и у меня ничего не скатывается. Так что лично я вам могу посоветовать этот уход, потому что он подходит и для дня, и для ночи. Но, конечно, не все продукты вы захотите наносить днем. Например, зелоиновую кислоту я бы не наносила днем. Я не вижу вообще смысла кислоты наносить в принципе днем. Мне кажется, это лучше делать в ночное время. Теперь давайте пройдемся быстренько по покупкам из декоративной косметики. Их было не так много, но все же были, и я думаю, что стоит их показать. Я довольно редко покупаю декоративную косметику, только ту, которая мне нравится. Потому что я много получаю на обзор именно пробовать, и очень редко мне нравится что-то настолько, что я хочу повторить, да, что я хочу купить. Во-первых, я приобрела две туши от CoverGirl. Вот эту вы могли видеть в моем тест-драйве. Это самая странная тушь с самой странной щеточкой. Здесь щеточка только с одной стороны, с другой стороны расческа для вычесывания вот этих вот кусочков, которые нужны нам для удлинения ресниц. Я до сих пор не могу приноровиться к ней, хотя уже прошло три недели. Поэтому мое мнение не изменилось. Если вам интересно, посмотрите вот здесь вот. Я вам оставляю ссылку на это видео. Очень странная тушь. И да, я купила свою любимую тушь от CoverGirl, оранжевую. Не знаю, что о ней сказать, просто ее люблю. Я о ней рассказывала в фаворитах. Если вы не видели фавориты, вот здесь вот ссылка на фаворит весны. Также в фаворитах я вам показывала вот этот вот CC-крем от It Cosmetics. Люблю его, нравится. Это у меня Travel Size. Скорее всего, куплю большую версию, потому что у нас наконец-то в Англии в Selfridges продаются все эти продукты. Ура, ура, ура. Так что, да, наверняка приобрету, а пока что добиваю эту. Чем она не очень удобна, в отличие от большой версии, большой, показала, метровой, тем, что здесь нету помпы. А так, в принципе, очень-очень удобно. У нас где-то раза два в месяц, ну раз в месяц точно всегда в Бут, такой косметический магазин, проходит акция 3 за 2. Когда вы покупаете три продукта, платите только за два. Я приобрела три своих любимых консилера от Rimmel Match Perfection. У меня в оттенке 010 Ivory. Очень он мне нравится. Он хорошо перекрывает синячки под глазами. Так что, да, один консилер я отправила уже в посылку сестре, потому что она тоже любит этот консилер. И два у меня новеньких будет. А этот, кстати, тот, который я добиваю. Уже он у меня практически закончился. Так что, как раз вовремя эта акция. И последнее из декоративки, точнее, это больше уход. Я купила новый бальзамчик от Birds Bees. Мне так понравилась упаковка новая. В общем, этот бальзам с кокосом и с грушей. Я считаю бальзамы Birds Bees самыми лучшими. Бальзамами они очень хорошо увлажняют губы, и они полностью органические. Конкретно на этот бальзам была акция. Но не в плане скидки, а в плане того, что за каждый бальзам, который они продадут, они посадят 5000 растений для пчел. То есть, акция называется Bring Back the Bees. Это, по-моему, очень мило. Так что я купила этот бальзам и поддержала пчелок, если можно так сказать. Вообще, бальзамы Birds Bees обожаю и очень их вам советую. Я надеюсь, что вы еще там не заснули, потому что я вам хочу показать свою книжную покупку. В общем, это новая книжка Пола Хокинс. И она называется Into the Water. Если вы не знаете, кто такая Пола Хокинс, то я вам напомню, она написала книгу «Девушка в поезде». И фильм был снят по этой книге. Конечно, не так, как мне бы хотелось, но да ладно. В общем, это ее очередной триллер. Пока что, пока что первые главы меня не очень впечатлили. Она пытается сейчас закрутить сюжет и навести, скажем так, к туману и страху. Но что-то мне пока не очень страшно. «Девушка в поезде» с самого начала... Вот знаете, я не могла ее закрыть. Я ее открыла, я не могла ее просто закрыть, остановиться, читать. Это как-то так. Если она очень мне понравится, то вы наверняка увидите ее в фаворитах. Если нет, значит не увидите. На этом все. Надеюсь, что вам понравилось это видео о покупках. Надеюсь, те, кто просил видео без обзоров, без рекламы, остались довольны. Конечно, это я покупки, которые совершила не в один день, а за несколько месяцев. Я специально собирала все коробочки, чтобы показать вам все красиво. Но да, я надеюсь, что вам понравилось это видео, что вы не сильно заскучали. И хочу вам напомнить о предыдущих видео, которые вышли в мае. Вы их можете посмотреть вот здесь. Это влог, в котором я подстриглась. И мы подстригли Джеймса немножко. А также это свотч видео новых помад от Smashbox. Их там целых 20 штук. Я практически убила свои губы, снимая это видео. Также не забывайте проверять свою подписку. Нажимайте на колокольчик, чтобы видеть мои видео первыми. И я желаю вам отличного настроения. Пока!